Продолжение следует... Корабли постоят И ложатся на курс Но они возвращаются Сквозь непогоды Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Возвращаются все Кроме лучших друзей Кроме самых любимых И преданных женщин Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Я не верю в судьбе Я не верю в судьбе А себе еще меньше Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Я не верю в судьбе Я не верю в судьбе А себе еще меньше Но мне хочется верить Что это не так Что сжигать корабли Скоро выйдет из моды Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в делах Я, конечно, спою Я, конечно, спою Не пройдет и полгода Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в делах Я, конечно, спою Я, конечно, спою Не пройдет и полгода Спасибо Спасибо Владимир Высоцкий Отсzedł 35 лет Тему Но вciąż Повракал до нас В своих песенках В виршах В фильмах Так, как и привидел В этой своей песенке О статках Которые завси Врактаря До родимого порту То уже, так как Поведила Алица То уже пио Рециталь Пощакой Творчости Высоцкого До которого Выбраłem песенки Которые З разных Поводов Ещё на этой сцене Не брзмяły Ну и Постарам się Поведу Запреzentовать Песенки Можем Мнезнаные Некоторые Oczywiście Сон Слышанные И любят И песенка Опроч Песенки О статках Которую Однократно Песенка Настепна Которую Учаłbym Пајнсту Презставить Зостало написано В 1934 Року И носи Титул Маскарада То есть Одна з Перших Песенек Высоцкого И титулова Маскарада Отбыващи В ЗОО А богатарь Тей песенки Привраный За алкоголика Натире Входи В тен образ Желожонца С кумплями Правчивым Либацией Которая Ще кончы Вклятце С хипопотамами Сегодня В нашей Комплексной Бригаде Прошел Сушок О Баре Маскараде Раздали Маски Кроликов Слонов И алкоголиков Назначили Все это В ЗАО ЗАО ЗАЧЕМ Идти При полном Прибараде Скажи мне Моя радость Христа ради Она мне Одевайся Мол Я тебе Стесняюсь Не то Мол Как всегда Пойдешь Ты сзади Я Владе Говорит Взяла Унаги Я буду В нем Ну как Марина Влади И проведу Хоть тресные Часы Свои Воскресные Хоть с пьяной Твоей Мордой Но в наряди Зачем же Я себя Утюжил Гладил Меня Поймали Тут же В ЗАОСАДЕ Ведь Масцовик На школька Дал мне Маск Олгоголика И на троих Зазвали Меня Дяди Я Снова Очутился В ЗАОСАДЕ Глядь Две жены Ну две Марины Влади Одетые Животными С двумя Живегемотами Я тоже Озверел И стал В ЗАОСАДЕ А наутро Дали премию В бригаде Сказав Мне Что На баре Маскараде Я Будто Не только Сыграл Им Алкоголика А был У Бегемотов Я в Акраде С детства Связан Привез Он древние Угли По Крикумесячным Поведения По далеких морях Враться До Дома Зачем Святовать Свой Поград Та Албакия Трва Кілька Днів Аж Аж Поведного дня Обудзиwszyся По раз Кольцем На страшном Касу Волшаю Radio И Слышам Гвоз Зачинам Гимнастику Гимнастику Поранную Ну и Брежим Власне Та Песенка Высоцкого И Привез Заміст Валшить С Касом В способ Традиционный Зачинам Выконивать Чвитчение Гимнастичное Вдох Глубокий Руки Шири Ниспиши Три Четырь Бодай С Духа Грация И Пластик Обще Укрепляющее Утром Отрезвляющее Если Жив Пока Еще Гимнастикам Если Вы В своей Квартире Лягте На Пол Три Четыре Выполняйте Правильно Движение Прочь Влияние Извне Привыкайте К новизне Вдох Глубокий До Изне Можения Очень Вырос В целом Мир Гриб Повирус Три Четыре Ширица Растет Заболевание Если Хилы Сразу В гроб Сохранить Здоровье Что Применяйте Люди Обтирание Если Если Уже Устали Сели Встали Сели Встали Не Страшны Нам Арктика С Антарктикой Главный Академик Иофе Доказал Коньяк И кофе Вам Заменят Спорт И Профилактика Разговаривать Не Надо Приседайте До Упада Да Не Будьте Мрачными И Хмурыми Если Очень Вам Придется Годными Займитесь Процедурами Не Страшны Дурные Вести Начинаем Бег на Месте Выигрыш И Даже Начинающий Красота Среди Бегущих Первых Нет И Отстающих Бег На Месте Общепремя Ющи Красота Среди Бегущих Первых Нет И Отстающих Бег На Месте Общепремя Ющи Дякую 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 Teraz Jeszcze Jedna Песенка Powiedzmy Tak Z Takiego Umównego Cyklu О Спорці Wysocki Podczas своих Koncertов Мówił Że Ma Zamiar Напisać 49 Песенок Poświęconych Osobno Każdej Dyscyplinie Sportu Tak Jak Był Taki Total Lotte W Związku Radzieckim Sport Lotte No I Właśnie Żeby Każda Dyscyplina Dostała W jakiś Sposób W jego Piosenkach A Następna Piosenka Nosi Tytuł Skala Laska Czyli Alpinistka I Tę Żartobliwą Piosenkę Wysocki Napisał Do Filmu Alpinistach Pion No Niestety Ta Piosenka W Filmie Nie Zabrzmiała I Nawiasem Mówiąc To był Pierwszy Film W którym Wysocki Ze swoimi Piosenkami Pojawił się Na szerokim Ekranie I wszyscy Zobaczyli Kto Tak naprawdę Śpiewa Te Piosenki Które I tak Były Rozpawczych Nie Na Na Tych Szpulach Ngon Tifonowych Ja Spreszył Tiba Zaczem Idęte W Góru Wy A Ty K Werszy Nie Szla Otrwala Se W Gór W 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 Но не обиделся, а приговаривал, Ох, какая же ты близкая и ласковая, Альбинистка моя, скалолазка моя, Каждый раз меня по трещинам выискивая, Ты бронила меня, альбинистка моя, А потом на каждом нашем восхождении, Ну почему ты ко мне недоверчивая, Страховала ты меня с наслаждением, Альбинистка моя, гудоперчивая, Ох, какая же ты не близкая и не ласковая, Альбинистка моя, скалолазка моя, Каждый раз меня из пропасти вытаскивая, Ты ругала меня, скалолазка моя, За тобой тянулся из последней силы я, До тебя уже мне рукой подать, Вот долезу и скажу, довольно милая, Тут сорвался вниз, но успел сказать, Ох, какая же ты близкая и ласковая, Альбинистка моя, скалолазка моя, Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, Стали оба мы скалолазами. Альбинистка моя, скалолазами. А сейчас хочу зашпиовать пару песенек Высоцкого, которые налижат до цикла песенных байек. Высоцкий часто zwracał się в своих песенках До фабул и постачи знаных с фольклору, с байек. И первая песенка носит титул, Песенка о старом доме. Та песенка бромела в фильме Саша Сашенька, Где Высоцкий заграл такую другопланную роль Студента, шпиевывающего właśnie ту песенку. Та песенка, то есть такая легенда, Мейская легенда о доме, в котором страшен. Стоял тот дом, всем жителям знакомый, Его еще на поле он застал, Но вот его назначили для слома. Жильцы давно уехали из дома, Но дом пока стоял. Холодно, холодно, холодно в доме, Парадная давно не открывалась, Мальчишки окна выпили уже, И штукатурка всюду осыпалась, Но что-то в этом доме оставалось На третьем этаже. Охало, ахало, ухало в доме, И дети часто жаловались маме, И обходили дом тот стороной, Объединясь с соседними дворами, Порушась лопатами ломами, Пошли туда горе-бой. Дворники, 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 Тихо. Они стоят, недоумевают, Азат свешат, Поясни не тая. Вдруг там наполеонов дух витает, А может, это просто слуховая Галлюцинация. Да, поясно, поясно, Поясно дворникам. Но, наконец, приказ о доме вышел, И вот рабочий, тот, что дом ломал, Ударил смаху гирью по крыше, А после клялся, будто бы услышал, Как кто-то застонал. Ну, жалобно, жалобно, жалобно в доме. От страха дети больше не трясутся, Нет дома, что он два века простоял, И скоро здесь, по плану реконструкции, Высит ажей десятки вознесутся, Бетон, стекло, металл. Весело, здорово, красочно будет. Ну, а теперь песня о несчастливых, Байковых постачах. Это классическая история знана Из многих байков о пенькной ксинжнице, Винзенной через старого, злого чародзея. Конечно, находится в смелек, Который поклонует черноксинжника И увольня крыльевну. Но Высоцкий, как всегда, Уповеда тембайка на свой способ С дужом порцием иронии и хумору. На краю края земли, где небоясное, Как бы вроде даже сходит за кордон, На горе стояло здание ужасное, Издаля напоминавшее ООН. Все свергает, как зорница, Красота, но только вот В этом здании царица В заточении живет. И Каще бессмертный грубое животное Это здание поставил охранять, Но по-своему несчастное и кроткое Может было то животное, как знать. Ведь от большой тоски по маме Вечно чудище в слезах, Ведь оно семью главами О пятнадцати глазах. Сам Кащей он мог бы раньше В рукопашную От любви к царице высох и увял, И стал по-своему несчастным Старикашкою, Но о зверь его к царице не пускал. Ты пропусти меня, А чего там, я же в страсти трепещу, Хоть снимай меня с работы, Ни за что не пропущу. Добрый молодец Иван Решил попасть туда, Мол, видали мы Кащеев так растак, Он все время где чего, Так сразу шасть туда, Он по-своему несчастный был дурак. То ли вык захохотало, То ли филин заикал, На душе тоскливо стало У Ивана дурака. И начались у него подвиги напрасные, С бабьягами никчемушная борьба. Тоже ведь она по-своему несчастная, Эта самая лесная голытьба. Скольких репочек пришипнул, Двух молоденьких в соку, Бак увидел, утром вскрикнул, Жалко стало дураком. Но однако же приблизился дремотное, Состояние превозмог своим Иван. В уголку лежало бедное животное, Все главы свои склонившие в фонтан. Тут Иван к нему сегает, Рубит головы спеша, И к Кащею подступает, Кладенцом своим маша. И грозит он старику двухтысячелетнему, Сейчас, говорит, городу-то мигом обстрегу. Так умришь и сгинь Кащея, Тот в ответ ему, Я бы рад, да я бессмертный не могу. Но Иван себя не помнит, Автыхнусный фабрикант, Он настроил сколько комнат, Девку спрятал интриган. Я докончу дело, взявшее обязательство, И от этаких неслыханных речей Умер сам Кащея, Без всякого вмешательства, Он неграмотный, Отсталый был Кащея. А Иван от гнева красный, Пнул Кащея, Плюнул в пол, И к по-своему несчастной, Бедной кузнецу зашел. Песня «Честь Юзефа, Марии, Панны и Святого Духа». Треба розуметь, что Исоцкий Был продуктом своей эпохи, Человеком, который, Как многих других, Как целых поколений, Выховывал себя в атмосфере атеизма И не мил żadных скрупул, Чтобы зашратовать З того, что для височных христиан Есть очень важная история. Прошу меня побачить, Мам надежда, Что никого не уражи эту песню. Возвращаюсь с работы, Рашпиль ставлю у стены, Вдруг в окно порхает кто-то Из постели от жены. Я, конечно, вопрошаю, Кто такой? Она мне отвечает, Дух святой, Ох, я встречу того духа, Ох, отмечу я вувуха. Дух, он тоже духу рознь, Коль святой, так Машку брось. Хоть ты кровь голубая, Хоть ты белая гость, До Христа отойду и знаю, Не пожалует Христос. Машка вредная натура, Так и лезет на скандал. Разобиделась от дура, Вроде, значит, как бы помешал. Я сперва сначала с лаской, То да сё, А она к стене с опаской, Нет и всё. Я тогда сижу сквозь зубы, Но уже, конечно, грубо, Хоть он возрастом и древний, Хоть годов ему тысяч шесть, У него в любой делемне Две-три бабы точно есть. Я к Марии с предложением, Я ж на выдумке мостак, Мол, в другое воскресенье, Ты, Мария, сделай так. Я потопаю под утро, Мол, пошёл, А ты прими его, Как будто, хорошо? Ты накрой его периной, И запой, тут я с дубиной, Он крылом, а я колом, Он псалом, а я кайлом. Крут, конечно, он сдаётся, Честь Марии спасена, Потому что мне сдаётся Этот ангел сатана. Вот летаю с криком, С древом, Весь надежный на испуг, Машка плачет, Машка, где он? Улетел желанный дух, Как же это я не знаю, Как успел? Да вот так вот отвечает, Улетел. Он псалом мне прочитал, И крылом пощекотал, И шутить с живым тамужем, Ах ты скверная жена, Я взмахнул своим оружием, Смейся, смейся, сатана. Ну и контенуруем с тематом историчным, Хчаłbym заспевать песенку с циклом, Который сам Высоцкий называл С историей роджины, Властности приватной и панста, Навязываясь до знаного дела Федерика Энгельса. И песенка, Та песенка носит титул, О милости в эпохе каменя упанного. А ну отдай мой каменный топор, И шкур моих набедренных литрой, Молчи, не вижу я тебя в упор, Сиди вон и поддерживай огонь, Выгадывать не смей на мелочах, Не опошляй семейный наш уклад, Не убрана пещера и очаг, Разбаловалась ты в матриархат, Придержи свое мнение, Я глава и мужчина, Я соблюдай отношения, Первобытно общинные. Та мамонта убил под нему твой, Начал добычу бором уделить, Я не могу весь век сидеть с тобой, Мне надо хоть кого-нибудь убить, Старейшины сейчас придут ко мне, Смотри, еще не выйди голой к ним, Век каменный и не достать камней, Мне стыдно перед племенем моим, Пять бы жен мне, наверное, Разобрался бы с вами я, Но дела мои скверные, Потому моногамия, Все твоя проклятая родня. Мой дядя, что достался кабану, Когда был жив, предупреждал меня, Нельзя из лютоеда брать жену, Не ссорь меня с общиной, это ложь, Что будто к тебе кто-то пристает, Не кривище на нашу молодежь, Она надежда наша и оплот. Ну что, глядишь, тебя пока не бьют, Отдай-то пор добром тебя прошу, И шкуры в девять люди заспьют, До трёх считаю последствия душу. И еще одна песенка, Которая появляется до часов преслых, До староожитной Греции, Меновище до войны Troянской, И до легенды о Кассандре, Которая была cóркой кроя Трои, Приама, И закоханный в ней Букаполок, Дал ей дар видения прошлости. Ну а потому что девчонка Не увземнила этой милости, То он ручил на нее клонтвы, И все, что она приповидала, Никто ей в то не верил. Все было отрюцано През ее, През людей. Ну и власть драматичных Острежей Кассандры Не слушали родцы, И не удалось ей запобедить Упадковые Трои. Высокий в своей песне О ясновидзонцей Кассандре З ее истории Роби мало поцешающий вниосок. Чтось приповедеть, Альбо тоже за дуго ведеть, Так, То, как «Свят святом» Означало ищ на стоз. То есть хавалечек, Фрагмент рефрену В тлумачене Марлены Зимной. Я теперь зашпевам ту песенку Долго Троя В положении осадном Оставалась непреступной Утвердыней, Но троянцы Не поверили Кассандре, Троя, может быть, Стояла бы и поныне. Безумолку, Безумная девица Кричала ясно Между трою, Павшей в прах, Но ясно лица, Впрочем, как и очерицов, Во все река сжигали люди на кострах, Во все река сжигали люди на кострах. И в ночь, Когда из черева лошади на трою Спустилась смерть, Как и положено, Крыла-то Над избиваемой Безумною толпою. Вдруг кто-то крикнул «Эта ведьма виновата!» Безумолку, Безумная девица Кричала ясно, Вижу трою, Павшей в прах, Но ясно лица, Впрочем, Как и очевидца, Во все река сжигали люди на кострах, Во все река сжигали люди на кострах. И в эту ночь, И в эту кровь, И в эту смуту, Когда сбылись все предсказания на славу, Толпа нашла бы подходящую минуту, Чтоб учинить свою привычную расправу. Безумолку, Безумная девица, Кричала ясно, Вижу трою, Павшей в прах, Но ясно лица, Впрочем, Как и очевидца, Во все река сжигали люди на кострах, Во все река сжигали люди на кострах. И вот конец, Хоть не трагичный, Но досадный, Какой-то крик нашел Кассандры, Но обитель, И начал пользоваться ей не как Кассандрой, А как простой и ненасытный победитель. Безусто ли безумная девица, Кричала ясно, Вижу трою, Павшей в прах, Но ясно лица, Впрочем, Как и очевидца, Во все река сжигали люди на кострах, Во все река сжигали люди на кострах. А теперь совсем другие, Мнень важные тематы. Есть песня под титулом Балада о гипсе. Богатер этой песенки То facет, Кторый лежит в шпитале, По тяжелому случаю, Целый закутый в варствах гипсу, И розважа о вадах и залетах Тей своей ситуации. Нет острых ощущений, Все встает гнилью и хлам, Того глядя с тоски сыграю в ящик, Балконка что ли сверху, Или автобус пополам, Вот это дело, Это подходящее, Повезло, Наконец повезло, Видел Бог, Что дошел я до точки, Сам асфал в тридцать тысяч килом, Мне скелет раздробило на кусочки, И вот лежу я на спине загипсованный, Каждый член у меня расфасованный, По отдельности до исправности, И все будет в цельности и сохранности. Ах, жаль, что не роняли вам На череп утюгов, Скорблю о вас, как мало вы успели, Ах, это просто прелесть, Сотрясение мозгов, Ах, это наслаждение гипс на теле, Как броня на груди у меня, На руках моих крепкие латы, Так и хочется крикнуть, Коня мне, коня, И верхом ускакать из палаты, Но лежу я на спине загипсованный, Каждый член у меня расфасованный, По отдельности до исправности, Все будет в цельности и сохранности. Задавлены все чувства, Лишь для боли нет преград, Ну что ж мы сами часто чувства губим, Зато я, как ребенок, Вес спеленутый до пят, И окруженный человеколюбьем, Под влиянием сестрички ночной, Я любовью к людям проникся, И глянусь до доски гробовой, Я б остался невольником гипса, Вот лежу я на спине загипсованный, Каждый член у меня расфасованный, По отдельности до исправности, Все будет в цельности и сохранности. Вот жаль, что мне нельзя Уже увидеть прежних снов, Они как острый нож для инвалида, Во сне я рвусь наружу Из-под гипсовых оков, Мне снятся свечи, рифмы и коррида, Ах, надежно ты гипсоброня, От того, кто намерен гусаться, Но одно угнетает меня, Что никак не могу почесаться, Ведь лежу я на спине загипсованный, Каждый член у меня расфасованный, По отдельности до исправности, Все будет в цельности и сохранности. Так, я давно здоров, Но не намерен гипс снять, Пусть душ, руки стали чем-то вроде бивней, Пусть ноги опухают, Мне на это наплевать, Зато кажусь значительней, массивней. Я под гипсом хожу ходуно, Наступаю прохожим на пятки, Мне удобней казаться слоном, И себя ощущать толстогожим, По жизни я иду загипсованный, Каждый член у меня расфасованный, По отдельности до исправности, Все будет в цельности и сохранности. Аплодисменты. Зрешно, темат шпитала, Чэнсто пребије ся През тучащ Висоцкого, Который прожесца ле жище Змагал ся с хоробом алкоголом, И вянц атмосфера и злычаи Шпитала психиатрычного Были му досконале знаны, А навец тегу потрафиј зажартувачь, Так как в песенце о дому вариатов. Сказал себе, брось писать, Но руки сами бросятся, Ох, мама моя родная, Друзья любимые, Лежу в палате косица, Не сплю, боюсь набросятся, Ведь рядом психи тихие, Неизлечимые, Бывают психи разные, Не буйные, но грязные, Их лечат, морят к голодам, Их санитары бьют, И вот что удивительно, Все ходят без смирительных, И то, что мне приносится, Все психи эти жрут. Куда там Достоевскому, С записками известными, Увидел бы покойничек, Как бьют, обдверил бы, И рассказать бы Гоголю, Про нашу жизнь убогую, Ей, Богу, этот Гоголь бы, На мне поверил бы. Я не желаю славы, И пока я в полном здравии, Рассудок не померк еще, Но это впереди. Вот глава тиха, женщина, Пусть тиха, но помешана, Я говорю, сойду с ума, Она мне подожди. Я жду, но чувствую уже, Хожу по лезвию, но же, Забыл алфавит, Падежей припомнил только два, И я прошу моих друзья, Я, коль кто бы им бы ни был, Из львейской кубеты, До своего менеджа, Который повезел быка рекордиста, До Москвы на выставе рольничом. Здравствуй, Коля, Милый мой, Друг мой ненаглядный, Во первых строках письма Шлю тебе привет, Вот приедешь ты, боюсь, Занятой нарядной, Не заглянешь и домой, Сразу в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, Бабы прибежали, Ой, разлуки говорят, Ей не перенесть, Так скучала за тобой, Что меня держали, Хоть причины не скучать, Очень даже есть. Тут вот Пашка приходил, Кум твой окаянный, Еле-еле не далась, Даже сейчас дрожу, Он три дня уж почитай, Ходит злой и пьяный, Перед тем, как приставать, Пьет для куражу. Ты, болтавец, получил Премию большую, Будто Борька наш бугай, Первый чемпион. К злытню этому быку Я тебя ревную, И люблю тебя сильнее, Нежели чем он. Ты приснился мне больной, Пьяной и угрюмой, Если думаешь, чего, Так и не мучь себя. С агрономом я прошлась, Только ты не думай, Говорили мы весь час Только про тебя. Я-то ладно, А вот ты, страшно, За тебя-то. К нам недавно приезжал Очень важный чин, Так в столице, говорит, Всякие развраты, Да и женщин, говорит, Больше, чем мужчин. Ты уж, коля, там не пей, Потерпи до дому. Дома можно хоть чего, Можешь хоть в заборе. Мне не надо никого, Даже агронома, Хоть культурный человек, Не сравнить с тобой. Наш амбар в дожди течет, Прохудился, верно? Без тебя не в моготу, Кто создаст уют? Хоть какой, Но приезжай, Жду тебя безмерно, Если можешь, Напиши, Что там продают. Ну, а он отчлесеет повяда. Не пиши мне про любовь, Не поверю я, Мне вот тут уже дела Наши прошлые, Слушай лучше, Здесь с лапсаном материя, Если хочешь, я куплю Вещь хорошая, Водки я пока не пил, Но не стопочки, Экономлю и не ем Даже супу я, Потому что я куплю тебе Кофточку, Потому что я люблю тебя, Глупая. Был в балете, Мужики девок лапают, Девки все как на подбор В белых тапочках, Вот пишу, А слезы души не капают. Не давай себя хватать, Моя лапочка, Наш пугай один из первых На выставке, А сперва кричали, Будто бракованный, Но очухались, И вот дали приз такие, Весь в медалях он лежит, Запакованный. Председателю скажи, Пусть избу мою, Кроют нынче же, И пусть травку выкосит, А не то я телок крыть Не подумаю, Рекордсмена портить мне, Нахуй свыкуси. Пусть починют наш амбар, Ведь не гнить зерну, Будет Пашка приставать, И с ним как с предателем. С агрономом не гуляй, Ноги выдерну, Можешь раза два Пройтись с председателем. До свидания, Я в гум за покупками, Гум это вроде наш амбар, Но со стеклами, Ведь ты ж мне уже ж надоест С полушубками, В сером платье С узорами плеплыми. Тут стоит культурный парк Под отречкою, В нем гуляю, И плюют только в урны я, Но ты, конечно, Не поймешь, Там за печкою, Потому ты темнота И культурная. Ну и еще одна история милостная. Бохатер этой песенки Целый час ма вражение, Что ктось го обсервует. Какий невидиальный гость. И аж до того стопня, Что навет с нареченным Муси через целую ночь Гадать о погоди И не ценнегу, Бо си крэмпуе. Си жулия. Пишу ли я, Пью кофе или чай, Приходит ли знакомая блондинка. Я чувствую, Что на меня Глядит заглядотарь, Но только не простой, А не виденка. Иногда срываюсь с места, Будто тронутый я, До сих пор моя невеста Мной не тронутая. Про погоду мы с невестой Ночью диспуты ведем, Ну а что другое, Если мы стесняемся при нем, Обидно мне, Обидно мне, Досадно мне, Ну ладно. Однажды выпиваю, Да и кто сейчас не пьет, Не идет она, Как рюмка, Так в отрыжку. Я чувствую, Сидит подлец, И в выпитом у счет, Ведет свою невидимую книжку. Иногда срываюсь с места, Будто тронутый я, До сих пор моя невеста Мной не тронутая. Про погоду мы с невестой Ночью диспуты ведем, А что другое, Если мы стесняемся при нем, Обидно мне, Досадно мне, Ну ладно. Я дергался, Я нервничал, На хитрости пошел, Вот для гуспаки Подымаю храп, Но коньяк открытый ставлю И закусочку на стол, Вот сядет он, Так я его и хавнул. Иногда срываюсь с места, Будто тронутый я, До сих пор моя невеста Мной не тронутая. Про погоду мы с невестой Ночью диспуты ведем, Но что другое, Если мы стесняемся при нем, Обидно мне, Досадно мне, Ну ладно. Кому же он мне вредит, Да вот не даре, Как вчера, Поймаю, Так убью его на месте. Сижу, А мой партнер подряд Играет мизера, А у меня гора Три тысячи двести. По бледне вслываюсь с места, Как напудренный я, До сих пор моя невеста Целомудренная. Про погоду мы с невестой Ночью диспуты ведем, Но что другое, Если мы стесняемся при нем, Обидно мне, Досадно мне, Ну ладно. А вот он мне недавно На работу написал Чудовищно тупую анонимку. Начальник прочитал, Мне показал, И я узнал По почерку Родную невидимку. Оказалась невидимка, И нет, Не тронутый я, Эта самая блондинка, Мною не тронутая, Эта самая блондинка, У меня весь лоб горит. Я спросил, Зачем ты, Нимка, Чтоб женился, Говорит, Обидно мне, Тарсад на мне, Ну ладно. В следующей песне Высоцкий Вчелялся в образ шофера, Кторый за своим змейником Утклил в жаровце В снежных заспах, Дище помиды морском а урарем. Песенка носит титул Выдержание в дроце. Я вышел ростом и лицом, Спасибо матери с отцом, С людьми в ладу Не понукал, Не помыхал, Спины не гнул, Прямым ходил И в ус не дул, И жил, как жил, И голове своей Руками помогал. Продяжил и пришел домой, Уже с годами за спиной, Пятьдесят года на мне Не бросить, не продать, Но на начальника попал, Который бойко вербовал Из-за Урал машины стал перегонять. Дорога в дороге масс, Который по уши увяз, В кабине тьма напарник Третий час молчит. Коль бы кричал, аж зло берет, Назад пятьсот, пятьсот вперед, А он зубами танец садами стучит. Мы оба знали про маршрут, Что этот масс на стройках ждут, А наше дело сел, поехал, Ночь полночь, Но надо ж так, Под Новый год назад, Пятьсот, пятьсот вперед, Сигналим зря, Пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, Пусть этот масс огнем горит, Мол, видишь, сам, Здесь больше нечего ловить, Мол, видишь, сам, Кругом пятьсот и к ночи точно занесет, Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, А он загаечный, за ключ, И волков смотрит, Он вообще, бывает, крут. А что ему, кругом пятьсот, И кто кого переживет, Тот и докажет, Кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, Он ел с ладони у меня, А тут глядит в глаза И холод на спине. А что ему, кругом пятьсот, И кто кого потом там разберет, Что он забыл, Кто я ему, а кто он мне. И он ушел куда-то вбок, Я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый на ворот, Мне снилось, будто вновь пятьсот, Ищу я выход из ворот, Но нет его, есть только вход, И то не тот. Конец был прост, Пришел тягач, И там был трос, И там был врач, И масс попал, Куда положено ему. И он пришел, Трясется весь, А там опять далекий рейс, Я зла не помню, Я опять его возьму. И он пришел, И он пришел, Трясется весь, А там опять далекий рейс, Я зла не помню, Я опять его возьму. И он пришел, Я, В тракте, Тего, Концерта, Читаю наберем, Ващи, Тей хрыбки, Кторой мя, Высоцкий, Ващи, Карма, Высоцкого нам не схожи. В часах, Когда Владимир Высоцкий Писал, И творил свои песенки, В Звездном Радзецком Пановал дефицит. Зрешно, Как в Польше, Павле тоже. То значит, Что в скрепах, Ващи, На провинции, Браковано всекиего. И люди часто выезжали На закупы до столицы, Ктора была заопотребана Трохе лепей, Ниж решта краю. Ну и власть, Бохатер настепной песенки Зостаў отделегованы През свою личную родзинę До Москвы. На закупы З дугом листом Незбедных товаров. Тен гость усилуе Научить се на память Тей листы И целый час ён повтажа, Повтажа, И, очевидно, Всоцкого прикрэнца. Ну а на додаток злего В той Москве Траха не до звыклего, Нормального склепу, А до Бирьоцки. Была такая щечка склепа, В детстве, Давану, Трекла, Завальник, Лопцом. Я самый непьющий Из всех мужуков, Во мне есть моральная сила, И наша семья Большинством голосов, Снабдив меня списком На восемь листов, Столицу меня снарядила, А чтобы я привёз снахе Сейным мужем по дахе, Чтоб брату с бабой Кофе растворимый, В ум невесткам по ковру Взять у чёрную икру, А здесь у что-нибудь Армянского разлива. Я ранен, Контужен, Я малость боюсь Забыть, Что к кому по порядку, Я список вещей Завучил наизусть, А деньги зашил За подкладку, Откуда значит брату Две дахи, Сествен, Муж ему духи, Здесь сказал, Давай, Бери, Что попадётся, Двум невесткам по ковру, Зять у зайчью икру, Кум, Водки литра два, Пущай, Зальётся. Я тыкался в спины, Блуждал по ногам, Шёл грудью к плащам И рубахам, Чтоб список вещей Не достался врагам, Его проглотил я без страха, Но помню, Шубу просит брат, Куму с бабой всё подряд, Тестью водки Ереванского разлива, Двум невесткам по ковру, Зять у зайчью нору, А сестре плевать, Что воно, Чтоб красиво. Да что ж мне пустым Возвращаться назад, Но вот я набрёла на товары, Какая валюта у вас, говорят, Небось, говорю, не доллары, Так что растворима мне махры, Зять подохнет без икры, Тестью, мол, даёшь духи для похмелки, Двум невесткам всё равно, Мужу сестрену вино, Ну а мне вот это жёлтое в тарелке, Не помню про фунты, Про стерлинги слов, Сражённый ужасной загадкой, Зачем я тогда проливал свою кровь, Зачем ел тот список на восемь листов, Зачем мне рубли за подкладкой, Так что же всё же взять доху, Взять у кофе на меху, Тестью хрена кумы пивом обойдётся, Где мне взять коньяк в пуху, Растворимую сноху, Ну а брати за Маконом пилипио, Зак. АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую. А у Дельфина Срезано брюхо винтом Выстрела в спину Не ожидает никто На батарее Нету снарядов уже Надо быстрее На вираже Парус, порвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Даже в дозоре Можешь не встретить врага Это не горе Если болит нога Петли дверные Многим скрипят, многим поют Кто вы такие? Вас здесь не ждут Но парус Парвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Многие лета Тем, кто поет во сне Все части света Могут лежать на дне Все континенты Могут гореть в огне Только все это Не по мне Парус Парвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Ну и на конец Чтобы немного загодить Непокой В предпоследней песне Защупайте лиричную песенку По титулу В холодный час Песенка так звучала В фильме «Ястем родом з дичинства» И в которой Как и в песенце Остатках Могут еще о том В холода Будто Минкс Будто Брест В холода В холода Ниспроста Ниспроста От родных тополей Нас далекие Манят места Будто там веселей Ниспроста 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 Как нас дома не грей Не хватает всегда Новых встреч нам И новых друзей Будто с нами беда Будто с ними И медвей Так бы ни было нам Хорошо иногда Возвращаемся Мы по домам Где же наша звезда Может здесь Может там Может там Аминь. Володина. Выдавил те песни, которых никогда не слышали. Бо... Очаууще бадо жооуще знао пиасенек Высоцкьего. Памятаме я. Але тых... Принаймень нигде я не слышала. На этом полега вартость Тего Печора. Просимой о еще 1-у песенку. Ждем? Доброе. Доброе. В таке мрае я защпевал. Пиасенки Байки Высоцкого. Ну, зашпиwałem еще до комплекту третью. Две зашпиwałem, и еще одна тоже о ксинжнице, так как в байках бывает. Есть ксинжничка, есть зика бестия какая-то, которая эту ксинжничку хочет пожрать. Есть кроли, который говорит, что если кто-то находится в обороне ксинжнички, то достает руку этой красивой кролевны. Ну и по-кролевству иногда даю ему еще. Ну, в этом случае так же есть ксинжничка, есть потвор страшный, есть кроли, находится этот смелок, этот богатер. Но так как часто бывает у Высоцкого, немножко иначе, этот богатер не хочет ксинжнички как награды, говорит, что это за награда такая, баба какого-то? Лепее бечка вина мне тут хорошего. Ну, то есть награда. Ну и ваще о том, песенка, которая носит титул, песенка о диким випсу. В Кавар-Ролевстве, где все тихо и складно, Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, Появился и вепре громадный, То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. А король страдал желудком и астмой, Своим кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный, Коих ел, а коих в лес волочил. И тогда король издал три декрета, С двери надо одолеть и наконец. И кто отчается на это, на это, Тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся дом в государстве, Как войдешь так сразу наискосок, В бесшабашном шутовстве и гусарстве Жил бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, Пили мед и пили песни, и тут Протрубили во дворе трубадуры, Хвать стрелка и во дворец волокуть. И король ему прошамкал не буду, И отчитать тебе морали ее нет. Вот если завтра победишь чудо-юду, То принцессу поведешь под венец. А стрелок, да это шо ж за награда, Мне бы выкатить портвейну бою, А принцессу мне и даром не надо, Чудо-юду я и так победю. А король возьмешь принцессу и дочка, А не то тебе раз-два и в тюрьму, Ведь это ж все же королевская дочка. А стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, Съел уже почти всех женщин и кур, И возле самого дворца ошавался Этот самый то ли бык, то ли дур. Делать нечего, портвейн он отспорил, Чудо-юду свалил и убег. Вот так принцессу с королем обозорил, Бывший лучший, но опальный стрелок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ